Тысячи людей на улицах, шутки, розыгрыши и народные гуляния. В Одессе прошел традиционный праздник смеха Юморина. Чем запомнится 1 апреля в этом году? Подробности от Андрея Анастасова. В центре Одессы выстраивается колонна шутников, школы, вузы, предприятия и творческие коллективы. Все они принимают участие в карнавальном шествии. Это центральная часть Юморины. Артисты должны выглядеть ярко, но главное хорошее настроение и делиться им с окружающими. Это есть Одесса. Одесса всегда очень сильная и смеется, и шутит. И любой, кто тут живет, вам станцует и споет, и расскажет анекдот. Для участия в Юморине многие специально приехали из других городов. Вот, например, группа молодежи из Киева. Сложный грим, разноцветные волосы и причудливые костюмы. Это косплееры, люди, которые воссоздают образы известных персонажей из кино и анимации. При этом мы принимаем не просто их внешний образ, мы стараемся копировать поведение, мы стараемся копировать повадки и привычки. Это образ гаечки из старого известного мультика «Чип и Дэйл спешат на помощь». Девиз праздника в этом году «Одесса для всех, все для Одессы». Так обыгрывается многонациональность региона. Греки, грузины, евреи, молдаване. Пританцовывая, шутя и фотографируясь с прохожими, артисты идут колонной по Дерибасовской. Замыкают шествие участники международного фестиваля клоунов «Комедиада». Это самая шумная и веселая часть парада. Аплодисменты! Ура! Комедиада, ура! У Приморского бульвара карнавал завершился. Здесь праздничная программа продолжилась уже на сцене, концертными выступлениями и юмористическими шоу. По традиции народные гуляния завершатся поздно вечером. Пока народ смеется, пока Украина смеется, у нас здоровая страна. У нас самая лучшая страна в мире. Вот сейчас больше всего я смеюсь, когда ко мне подходят и говорят, спасибо вам за наше счастливое детство. И мне хочется кричать. Спасибо нам за ваше счастливое детство. История празднования юморины уходит в 70-е годы прошлого века. Фестиваль смеха придумала группа одесситов. Это стало своеобразным ответом на то, что советские власти закрыли передачу КВН на телевидении. Но юморина стала такой популярной среди людей, что чиновникам спешно пришлось закрыть и ее. Только в конце 80-х праздник возродился. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса.